Ну что ж, всем добрый день. У микрофона Александра Богданова в студии Балтик Плюс, глава администрации Неманского муниципального округа Андрей Нейман. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, подводя итоги, в прошлом году закончили ремонт дорог в Немане, открылись кафе и в целом увеличилось количество инфраструктуры для горожан. Расскажите, что еще изменилось в городе? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что ремонт дорог в центральной части города Немана, он еще не закончен, и как раз вот в этом году, до конца апреля, до окончания контракта действующего, как раз и будет положен второй слой асфальта, и будут как раз произведены те небольшие окончательные работы, которые и придадут завершенный вид, придут этот лост, то есть будут расставлены лавочки, мусорки, будет несколько еще капитально отремонтированных парковок вдоль трассы, вдоль дороги, которая проходит через город Неман. В общей сложности протяженность составляет 3170 метров, вот, поэтому для нас, конечно, очень значимые события, поскольку центр города приобретает абсолютно другую виду. Да, хочется отметить, что за последние три года город действительно изменился, я, как человек, который в нем выросло, очень радуюсь, когда приезжаю домой, и прям спасибо. Хочется поговорить о жителях, в основном вся молодежь уезжает в другие города учиться работать и редко возвращается обратно. Существует ли дефицит кадров сейчас в округе? Конечно же, дефицит кадров, он ощущается, ну, безусловно, ну, я так, насколько понимаю, не только у нас в округе, но что мы для этого делаем, для того, чтобы молодежь не уезжала? Ну, как вот в вашем вопросе прозвучало, какие открываются там заведения новые, что еще? У нас построена великолепная гостиница новая, и в гостинице открылась пиццерия, очень хорошая. У нас открылось великолепное кафе в центре города тоже. У нас открываются пиццерии еще тоже несколько. Места для пребывания молодежи, они есть. И к тому же совсем недавно мы открыли молодежный центр в нашем дворце культуры, место, где молодежь наша будет с удовольствием, уже собирается, собственно, да, там проводятся какие-то мероприятия. Вот как раз-таки сейчас строится гигафабрика под Неманом, и поспособствует ли это увеличению численности населения в округе? Ну, я исхожу из того, что сегодня на строительстве гигафабрики задействовано уже порядка 800 человек. Это и строители, ребята, приезжие, это и работники ТР. Вот, я, конечно, надеюсь, что и в дальнейшем, да, количество строителей будет увеличиваться. Я надеюсь, конечно, что кто-то из них останется, заведет семьи, либо переедет в город Неман с семьями уже непосредственно на работу, когда гигафабрика запустится. Совсем недавно в Немане отремонтировали Дом культуры, и вы об этом буквально недавно сказали. Как развивается культурная жизнь города на сегодняшний день? У нас, опять же, отвечу чуть расширенно, да, мы не только делаем акцент на город Неман, также у нас еще помимо города Немана в районе 1049 поселок у нас капитально отремонтированы Дома культуры в Шпетовке, в Новоколхозном, в поселке Акулово. Сейчас вот обращаем особое внимание на Дом культуры в поселке Лесном. То есть вот такая вот жизнь, она культурная, и в том числе, чтобы это в соответствующих условиях происходило, она идет по всему району. А что касается Дома культуры города Немана, нашего центрального, то, конечно же, там проходит масса мероприятий. Ну, вот, например, совсем недавно у нас состоялся концерт Сургановой, и оркестр Светлана Сурганова выступила. Это потрясающий праздник был для нас всех. Я хочу сказать, что присутствуя на аналогичном концерте спустя один день в Вентарьхоле Слагорске, то есть это, ну, мне наш концерт понравился намного больше. Это было намного душевнее, теплее. Ну, действительно было очень круто. А так, конечно, проходит очень много культурных мероприятий для жителей Немана. Мы устраиваем все возможные там, ну, безусловно, одни из основных мероприятий, у нас День молодежи, конечно. У нас также проходят выступления приглашенных коллективов, приезжают со всей России, приезжают. У нас города присутствия ТВЭЛ, есть такое, города присутствия ТВЭЛ. Это те города, которые входят в орбиту, как раз вот, компания, которая и занимается непосредственно строительством гигафабрики. Вот, коллективы выступают. У нас в прошлом году приезжал и выступил с большим аншлагом, большим успехом. Ансамбль, государственный ансамбль, песни, пляски, управление Росгвардией, вот, и Санкт-Петербурга. Ну, то есть культурная жизнь весьма-весьма, так сказать, процветает. К тому же у нас есть киноклубные колеса, которые мы выиграли года три назад по гранд. И, соответственно, вот тоже такая культурная жизнь для небольших поселков тоже она существует. Ну, то есть ДК Внемыне, он прям не отстает от уровня Янтарьхола. Ну, я надеюсь, что, конечно, с Санкт-Петербургом сравнивать это было бы, наверное, весьма там несколько заносчиво, но не сравнимо. Нет, я вообще не люблю вот это в сравнение вступать. То есть у нас есть мы, есть жители Немана, для которых, собственно, администрация, да, в моем в том числе лице, мы живем, работаем, трудимся 24 на 7. Ну, вот если говорить о городе и территории, бывший целлюлезно-бумажный завод сейчас в заброшенном состоянии, правильно понимаю? Планируется делать демонтаж, может быть, есть какие-то планы на эту территорию? Некоторым образом да, поскольку вот я, изначально придя на должность, а то уже без малого 6 лет назад, вот, я видел развитие муниципалитетов, но участвую, что пришла какая-то госкорпорация. Мои мысли были сверху послышаны, но я вот, видимо, не уточнил конкретно, что хотел. Вот, я имел в виду, что госкорпорация все-таки пришла на территорию ЦБК, поскольку, если говорить абсолютно серьезно, то территория, она занимает больше 100 гектар, находится в очень хорошем удобном месте, то есть там есть и причальные, да, там возможности, есть и водозаборные скважины, электричество, все это есть, но сегодня вот эта территория находится в руках нескольких десятков различных собственников, поэтому все это достаточно в таком состоянии, сегодня находится весьма-весьма с юридической точки зрения, разрозненным, ну и, конечно, физически там так. Ну, то есть сложности именно в бумажном плане? Сложности есть, да, вот бумажную в том числе, да. У нас одна из важнейших задач в муниципалитете, которая стоит перед администрацией, это изменить схему теплоснабжения города, самого Немана. То есть у нас на территории ЦБК располагается котельная, котельная, которая отапливала и СССР, и как раз отапливала город, вот, и нам бы от этой котельной нужно обязательно избавиться, поскольку она генерирует значительные убытки, то есть для нас это, ну, очень большой такой вот камень, тянущий не в ту сторону, вот, поэтому спасибо огромное нашему губернатору Антону Андреевичу, то, что он поддерживает все наши такие вот здравые инициативы. И мы в прошлом году начали строительство новой газовой котельной на улице Полевой в городе Немане. В этом году мы сейчас вот отыгрываем, планируем уже строительство на улице Победы и приступаем следом к строительству котельной на улице Полевой, ой, на улице, извините, Гагарина, вот для того, чтобы полностью поменять вот как раз схему теплоснабжения и уйти как раз вот от этой котельной, которая располагается на территории ЦБК. Поэтому, ну, смотрим, да, там, что возможно разместить, ну, очень много было каких-то там интересантов, разместить какое-то производство, что-то еще, но пока только какие-то там совсем небольшие там компании, которые там что-то делают, там, какие-то ремонты производят, что-то еще, то есть, ну, ничего такого глобального нет. Ну, вот если говорить про теплоснабжение, в городе очень много теплотрасс, такие трубы большие, и они действительно старые, много лет не ремонтировались. В том числе будет проведен их ремонт или демонтаж? Ну, потихоньку мы эти теплотрассы, то есть их было значительно больше на сегодняшний день. Достаточное количество их уже убрано и по землю, в том числе, и по улице Победы, по Гагарина, там, ну, много чего мы так потихоньку это все убираем по землю. Ну, полностью исключить их, конечно, ну, наверное, это займет достаточно большой промежуток времени, наверное, это и технически невозможно. Вот вопрос от жителей поступил, и, наверное, тоже от меня в том числе. На прошлой неделе завершилась Масленица, и традицией всегда было проводить гуляния в большом селе, в лесу, кататься на горках. Почему эта традиция нарушилась и будет ли в дальнейшем восстановлена? Ну, традиция, наверное, нарушилась, в первую очередь, это с ковидом, да, когда запрещали нам проводить какие-то мероприятия. Ну, вот если разобраться конкретно с этим, да, у нас годом, то Масленица у нас 17 марта, да, то есть не в феврале. В большом селе очень красиво Масленицу встречать, когда там снег, все-таки, согласитесь, да, когда там, то есть это, получается, ну, наверняка из слушателей, а немногие знают про Большое село, да, все-таки, ну, тут больше. Очень рекомендую посетить невероятной красоты место. Да, и Масленица проходит в большом селе на пришкольном стадионе. Соответственно, в марте месяце на пришкольном стадионе, ну, все-таки, какая-никакая там распутится, все-таки в это время уже, ну, комфортней, да, мы посчитали, что провести Масленицу в центре города, установили стол в безопасном месте, привлекли спонсоров для того, чтобы это были такие хорошие, красивые, там, призы качественные. То есть, ну, вот, я, да, вот, окончательно уже, когда принималось решение, я все-таки исходил из доступности, из комфорта для тех людей, которые Масленицу посетили. Было, наверное, ну, на пике, я не знаю, там, ну, наверное, несколько тысяч человек. То есть, у нас это была, конечно, бесплатная раздача блинов там традиционная. У нас было очень много там развлекательных мероприятий. И поскольку, я думаю, что все-таки это было сделано абсолютно верно, исходя из той погоды, которая была, конечно, весьма и весьма недружелюбной по отношению. Да, согласна. Вот еще такой вопрос по поводу города. В районе бывшей воинской части на улице Октябрьской до сих пор стоит заброшенный бункер. Есть ли в планах что-то сделать с этой территорией? Да, там, насколько я знаю, что этот бункер, он принадлежит РПЦ. Вот, поскольку это их собственность, вот, они как-то, да, тоже пытались там несколько раз его каким-то образом применить. Но пока что я смотрю, он как стоял, так он стоит, так и стоит. Еще раз всем добрый день. У нас в студии «Балтик плюс» глава администрации Неманского муниципального округа Андрей Нейман. По поводу гигафабрики. Такой вопрос, кого планируют привлечь для строительства и сколько рабочих мест появится? Ну, повторюсь, да, на сегодняшний день работает порядка 800 человек уже. Она, ну, привлечена к строительству. Это и ребята, есть часть из Белоруссии, строители. Очень много ребят из Дагестана. Вот, это, ну, наверное, все-таки, вернее, обратиться к генеральному подрядчику, тот, который организовывает, да, строительные процессы, наверное, все-таки это вопрос, наверное, больше к нему. И по поводу размещения в городе, где будут жить строители? Они уже живут, большая часть проживает в городе Советске. Очень много ребят проживает в районе поселка Горина. Там как раз есть место размещения, организованное руководителями генподрядной организации. Больше там Неман тут, к счастью или несчастью, он не задействован, но, может быть, хорошо, поскольку это все-таки вахтовики. То есть они работают там 12 через 12. У них особо времени нет, кроме так на отдых, ни на что другое. Вот по поводу туризма. В Немане заметно выросло количество мест для досуга, появились новые кафе, рестораны, гостиницы. И все-таки замок привели в очень достойный вид, и это не может не радовать. Ощущается ли приток туристов в Немане? Конечно же, ощущается. Например, официально, то есть это те туристы, которые зарегистрированы на каких-то мероприятиях, посещениях того же замка Рогнин, посещениях Сыроварин и так далее. Таких было посетителей за прошлый год почти 30 тысяч человек. То есть, ну, и понятно, что есть неорганизованные туристы. То есть можно, я так думаю, что смело 30 тысяч умножать на 10. Вот. Ну, такой вот коэффициент для меня лично. Вот в небольшом Немане три гостиницы. Есть ли простой в гостиничном бизнесе и поддерживаете ли вы предпринимательскую деятельность? Конечно же, поддерживаем. Что касается простой в гостиничном бизнесе, то я вот надеюсь, что как раз вот сейчас его не будет вообще, с учетом, так сказать, последних как раз вот этих вот процессов, касающихся строительства. То есть как раз будет еще и нехватка мест в гостиницах. Вот. А что касается вот поддержки предпринимателей, то это твоя опора, да, то есть ты не можешь не поддерживать. Да, там я очень долго, конечно, переживал, старался, чтобы никакие сети особо к нам не заходили в район, поскольку, ну, сети убивают все-таки малое предпринимательство, да, там. Но, тем не менее, и слава богу, что появились у нас, открылись в магазине «Народный», пятерочка, там пришел Брестолье сейчас. Вот. Ну, это не, слава богу, что это не сильно мешает как раз вот предпринимателям, те, которые занимаются торговлей. У нас также есть предприниматели, которые производят какую-то продукцию, там, выращивают что-то, продают, там. У нас есть замечательные, вот, привожу в пример всегда, семью, которая занимается у нас поселок между Новоколхозным и Пелевиным. Вот. Открыли великолепную теплицу выращивают, семейно выращивают как раз огурцы, в открытом грунте выращивают капусту. Ну, то есть, очень много как раз на таких вот сельхозников, да. У нас есть, опять же, там, что касается производителей, опять же, немногие знают, что завод «Грюнвальд», да, расположен сборочный именно цех, расположен в городе Немни, на улице Красина, как раз который выпускают для грузовых автомобилей вот эти. Плюс у нас есть, конечно, еще там, ну, обо всех говорить очень долго, много, вот, ну, собственно, приоритеты, конечно, поддержим. В Востоке области значительно развивается, и это заметно, особенно Неман. И почему, как вы считаете, Неман так быстро и стремительно развивается, а Советск на его фоне немножечко отстает? Ну, я бы не стал там, но, опять же, да, я повторюсь, я никогда не занимаюсь сравнением, да, там, я никогда не занимаюсь какой-то там, вот, какой-то, какой-то борьбой. То есть, у меня такого нет. И я хочу сказать, что Советску очень сильно повезло, поскольку, опять же, да, есть какая-то подводная часть работы, которая не видна, есть надводная часть айсберга, которая как раз вот видна. И вот ту глобальнейшую работу, которую проделает глава Советская Евгений Сергеевич Макаров, он не так давно в должности, но, тем не менее, я, как, ну, коллега его, да, как, вот, я знаю то, что он делает для жителей Советска. То есть, есть очень, ну, много таких документальных моментов, что-то еще в плане подготовки, то есть, вот, я считаю, что Советский выстрелец в самое ближайшее время, тут я с вами не согласен. Совсем скоро начнется летний сезон, знаю, что берега реки Неман достаточно широкие, есть ли в планах обустроить, может быть, городской пляж? Берега реки Неман действительно широкие, вот, но есть еще, опять же, в Немане течение очень, такое, достаточно быстрое, поэтому лично мне, может быть, я не знаю, но мне незнакомы организованные официальные пляжи. На берегах, а вот, реки Неман, но, тем не менее, мы сейчас, опять же, там, по программе сезкультуры, вот, мы получили деньги, почти 3 миллиона рублей, мы обустраиваем в этом году зону отдыха в поселке Ульяново, вот, великолепное место, вот, ну, то есть, тоже там, и очень много приезжает туда людей, в самом поселке много проживает. Что касается пляжа, да, это, конечно, это больная тема, то есть, пляж дикий, я все это прекрасно понимаю, слышу горожан, но, к сожалению, пока на сегодняшний день какого-то вот конкретного решения, что давайте сделаем вот здесь вот это, пока такого нет. Поскольку мы выезжали, и вот, так называемый район Затона, смотрели, что там можно сделать, можно что-то сделать, но, опять же, подъездные пути находятся в не очень хорошем состоянии ехать достаточно долго, вот, ну, там выезжают жители, неманчане выезжают на автомобилях в основном, там, либо на велосипедах. То есть, тема для нас, конечно, да, такая, не самая легко и быстро решаемая, пока я вот на этом вот становлюсь. Да, к сожалению, наше интервью подходит к концу. Какие планы ставите на развитие на 2024 год? Ну, повторюсь, да, то есть, для меня, вот, конечно, такая одна из самых глобальных задач, это в 2024 году, это закончить котельную, которая сейчас строится, новую котельную построить, то есть, чтобы отопить на сезон уже 25-26, встретить уже с новой системой теплоснабжения. Также, ну, очень много у нас планов именно по ремонту дорог, если в прошлом году очень сильно повезло поселку Жилино, да, то есть, город Неман, ну, не только, да, то есть, есть поселки, вот, повезло жителям поселка Жилино, поскольку там мы сделали на 10 улицах абсолютного освещения, капитально отремонтировали улицу Новую, отремонтировали улицу Садовую, вот, ну, и в других поселках тоже, да, очень много вот чего делается там в Котельниково, в том же, там, в Акулово. Поэтому в этом году мы планируем сделать капитально для Внемани улицу Карла Маркса, планируем сделать улицу Внемани Ломоносова, очень обещал я достаточно давно привести в порядок, вот, там никогда не было асфальтового покрытия, вот, оно появится в самое ближайшее время, надеюсь. Также я связываю очень, ну, такие вот планы, как раз вот с строительством гигафабрики, да, то с вниманием компании ТВЭЛ, ну, это подведет Росатома, вниманием, да, вот, как раз к нашему городу. Вот, вот, запланируем начало строительства многоквартирных жилых домов на улице Красноармейской и на улице Октябрьской для жителей, для, как раз вот для тех, кто будет работать на гигафабрике. Что это даст городу? Это даст то, что город получает, соответственно, новые сети, да, какие-то получают новые пространства. Конечно же, начинается вот сейчас прямо реконструкция стадиона в городе Немани, которая продлится до конца августа, там, очень много что нового запланировано, есть и какие-то прямо вот такие, да, там, ну, серьезные очень планируются там изменения, но, конечно, это должны, ну, соответствующие, да, там, вы если должны озвучить, как я считаю, не я, да, там, а те люди, которые непосредственно принимают уже по этим вопросам окончательные решения. Вот, и хочу поблагодарить, вот вы сказали про развитие Востока, я хочу поблагодарить, конечно же, нашего губернатора, поблагодарить правительство Калининградской области за то внимание, которое оказывается как раз вот нашим северо-восточным муниципалитетом, потому что, ну, без их участия, то есть, ну, ничего бы не было. Хочу поблагодарить, конечно же, это компанию ДВЛ, в лице руководителя президента Никипеловой, это особо мне тоже не афишируется, но как они помогают, там, нашей второй школе, помогают школе-поселку Ульяново, поселку Жилино. У нас детские думают, что творчество получает этих помощь, вот как раз реконструкция стадиона на их деньги, там, еще много что запланировано, да, что, ну, как бы я озвучивать, они к месту и не мной, вот, поэтому сам ты один в поле, не воин, тебе вот без вот такой вот помощи, конечно бы, результатов для людей, да, мы живем для людей, таких бы не было, то есть, ну, вот, комфортная городская среда, комфортное проживание людей, это вот, и наши приоритеты, в первую очередь, и все те процессы, которые мы делаем, да, все, что, ну, это в первую очередь направлено на то, чтобы и молодежь оставалась, да, то есть, чтобы ребятам было интересно, было чем заняться, не только там вечером где-то посидеть, там, летом на гитаре, там, или зимой, там, где-то что-то, то есть, чтобы были какие-то интересные мероприятия, чтобы ребята, ну, хотя бы дотягивали, там, каких-нибудь возвращались, да, после высших учебных заведений, и устраивали где-то там на предприятиях, которые располагаются у нас в округе, а их отнюдь немало, вот, ну, для того, чтобы, да, жизнь, чтобы она кипела, чтобы двигалась вперед, чтобы не только жители Серебряного Влада, да, ну, вот, в общем-то, в общем-то, вот так. Спасибо большое. Я напоминаю, что в студии «Балтик плюс» был глава администрации Нейманского муниципального округа Андрей Нейман. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо.